Получится или нет? Справлюсь или провалю? Такими вопросами чаще задаются мужчины, чем женщины. Да, потому что мы по своей природе существа доминантные. Мы должны побеждать. Да не спорю, Рома. Только вот когда вы не справляетесь и не побеждаете, начинаете переживать. Но все это держите глубоко внутри. Саша, ну а кто же будет признаваться тебе в поражении-то, а? Нет таких мужчин на свете, Саша. Ну вот, а в результате падает самооценка. Страдают все вокруг. Как же помочь в такой ситуации близкому человеку? Спросим совет у нашей гости, позитивного психолога Натальи Толстой. Доброе утро, друзья. Если у человека низкая самооценка по жизни, это одна история. А если вдруг у мужчины падает самооценка ввиду сложившихся обстоятельств? Вообще, как это понять? Ведь мужчин-то скрытные существа. Есть какие-то звоночки? Безусловно, бывает такое, что человек просто не победил в каком-то соревновании. Вы представляете себе, как он накроется тазом и ляжет поперек кровати? Вот приблизительно точно так же опускаются крылья у мужчин. И они, как Емелюшки на печь, тихонечко заваливаются на диван. Безусловно, они не скажут, что мне плохо, обрати на меня внимание, сделай для меня вот это. Они просто отвечают однозначно, кобыляют котлету грустно, достают дошкурку из супа, кладут упреки какие-то начинаются. И вот представьте себе синдром опущенных крыльев. Наталья, ну вот женщина, допустим, догадалась, что у ее партнера упала самооценка. Что ей не нужно делать, чтобы не усугубить ситуацию? Ни в коем случае не сюсюкать, иначе он включит синдром Карлсона, ляжет и будет самой больной в мире, ему надо будет бутербродики и чай носить, ему понравится, и он раскиснет совсем. Ни в коем случае не включать учительницу с указкой и не показывать, что ему делать, он сбесится еще больше и включится противление. Не давать ему тысячу заданий, потому что в данную секунду он думает только про себя, и с этим надо смириться. Не справиться ни с одним заданием. Облегчение крыльев, наоборот, уберите с его крыльев тяжесть, а для этого надо просто переключить его внимание. Если он зациклен на себе и чувствует, что он плохой, пеплом посыпает волосы, в эту самую секунду нужно, что мы девочки делаем? Мы идем, уколы в голову сделать, да, шмоточку какую-то покупаем, мы хотим себе понравиться. С другой стороны, а что, мужчина не человек? Ну это девочки так делают, а нам что, может быть, уколы? А что, мужчина тоже радуется красной майке, тоже улучшению внешнего вида, массажу ножек, облегчение крыльев, это вместо того, чтобы нагрузить его делами и показывать, я тебя вижу, сделай, я тебя похвалю, уберите дела, дайте человеку выспаться и отдохнуть. На массаж ножек я согласен. Ну, хорошо, тогда давайте по пунктам, как поднять мужчинам самооценку, вот прям, что надо делать? Первый, нужно смириться с тем, что он имеет право немножечко раскиснуть. Пункт второй, вкусно его кормить. Вы удивитесь, но, как подход, нервная система мужская очень любит вкусненько пожрать. И невроз тоже. Но вместо того, чтобы делать отбивные, нужно продумать стол, чтобы он был ярким. Да, сейчас выход женщины, да, это будет большая для тебя нагрузка, да, да, ты должна из маленького бюджета, если он, как бы для мужчины показатель, все-таки, его мужской потенции, это кошелек очень часто бывает. И в этот момент, когда он с собой недоволен, явно же недостаток денег, да, и мы начинаем что-то выкрикивать, требуя к себе внимания. И вот в эту секунду женщина должна открыть кулинарную книгу и найти много-много новых рецептов, новая каша, новый суп, новый салат, совершенно в другую сторону, и его вкусно кормить и ярко. Женщина, запоминайте. Уз одна морковка, но красиво разложенная, первая, вторая, третья, и компот из моркови, но красиво. Запомнили. Что еще? Сменить. Вот если вы понимаете, что не летят туда крылья, не уверен человек, его там, может быть, по носу все время щелкают, коллеги, может быть, издеваются, может быть, есть смысл сесть на семейный совет и сказать, что, а если мы с тобой сейчас развернемся и поищем другую дверь, но не открывается это, вдруг она не твоя, вдруг ты уже привык и автоматически ходишь на эту работу, а давай-ка мы посмотрим, куда мы можем продать твои знания в другое место. Сама женщина, сама нашла и предложила, тихо подсунула, объявление, обведенное в кружочек, в интернете что-то распечатала, положила, или сказала, я видела такие занятия, не пойти ли тебе поучиться, друг мой, смотри, мы можем себе это позволить. И очень часто попадая в коллектив людей, стремящихся, совсем других, мужчина вдруг расправляет их и понимает, я смогу, я сделаю. Мотиватором чаще всего бывают другие люди, ни мама, ни дети, ни жена. Комплименты, говорить надо и какие? Надо. Когда хватит, вот в эту секунду, представляете, если он лежит на диване, а вы вместо этого, ты мой сладкий, ты мой золотой, ты мой красавец, это неправильно, это вы психологически поглаживаете за плохое поведение, то есть пока он лежит на диване, надо периодически говорить, вот меня порадовало, если бы ты прибил полку, и если прибил, вот тут, споюсь, танцую, кокошник, одену, спасибо тебе, дорогой, ты молодец. То есть давать какие-то поручения и объяснять, почему их нужно сделать. И если можно их убрать, убрать и просто похвалить его за человеческие качества. Имеет значение, каким тоном разговаривать данные ситуации с мужчиной? На полтона ниже, потому что когда человек пребывает в недовольстве с собой, его раздражает все, громкие звуки, яркий свет, и тем более виск жены, если таковой, а сюськи-пуськи, вот хочется сказать ей, ну давай в волшебников поиграем, я моргну, а ты исчезнешь. То есть основная женская задача разговаривать на равных, взрослый-взрослый, не превращать его в ребенка и не делать из него божество, и не говорить, у тебя все получится, если он раскис. Нужна же правильная подача материала, поэтому именно с аутотренингом сказать, что мой друг, а что мы будем делать, если у тебя не получится? И если вы ему чуть-чуть перспективу нарисуете, он поймет, что конца света не случится, даже если он не победит, не будет первого места, не получит должность, не повысит зарплату. Что мы будем делать, и он увидит, что, слушай, добро живем мы, правда, мы сможем, вместе мы сила. Ну что ж, спасибо большое, как всегда, феерично, очень познавательно, хорошего дня. Всем любви и добра, пока.